Наверное, впервые за все предыдущие презентации я так и не волновался, что презентация состоится. Поэтому то, что мы начали выезд здесь, это очень радует, потому что сопротивление последних дней, поездка в Краснодар, когда нам впервые так жестко мешали работать, если в Новороссийске, в Славянске, на Кубани, в Крымске, наши организаторы снимали и оплачевали по два зала, и все равно эти залы в последний момент закрывали. Закрывали дома культуры, дома офицеров, не давая возможности встречаться и проводить вот такие залы. И дело дошло до того, что в Новороссийске некие известные лица сидели на телефонах и по телефонам, и по мобилям, и по городским, обзванивали весь наш актив, предупреждая, что встреча не состоится. А чтобы силы были предложены не допустить большую встречу в Краснодаре. Чтобы не было ни у кого иллюзий в отношении сегодняшней коммунитической партии, в которой у нас во время предлагают объединяться в силе. Так вот, в Краснодаре было создано срочно бюро Крайкома партии, на котором первый депутат Крайкома Асачий прямо сказал, не допустить встречи с миром. Бойкотировать встречи. И те люди, коммунисты, с которыми мы работаем не один год, они прыснули, насколько жесткой была команда из Москвы. А когда у них не получилось блокировать залы, блокировать людей, они нам устроили автокатастрофу. Прямо на въезде в Краснодар. Но тоже не получилось. Единственное, кто у нас пострадал в машине, Татьяна Леонидовна. Вот на что сегодня идут спецслужбы, для того, чтобы не дать возможности национально-патриотическим силам сейчас организовываться, собираться и подниматься. Из Ярославля кто-нибудь приехал? Нет. Там другая история. Позвонил мне Вячеслав Николаевич Морозов, который должен был приехать сам и привезти с собой ребят. И он оказался сейчас под арестом. За что? За то, что он дал интервью местным журналистам о причинах гибели Як-42. Слава служил и работал на этом аэродроме. И вы посмотрите, что произошло. О чем не говорит ни одна газета, ни один радиоголос. Оказывается, весь аэродром был забит самолетами, прилетевшими на вот этот саммит политический. Полосу держали для Собянина. И Як-42 запустили с резервной полосы, с которой давно уже никто не летал. И вот сейчас, спасая свои шкуры, эта власть врет. Причем бесконечно врет. По радио, по телевидению. Ищут причины, по которым разбился Як-42. Почему они в таком страхе? Потому что, если фанаты узнают причины гибели своих любимцев, и манежка... И манежка покажется цветочкой. А я думаю, информация все равно уйдет, хотя посмотрите, как оперативно сработали ФСБ. Они блокировали эту новость в средствах массовой информации, которым Слава дал интервью, а самого Славу посадили под арест. После его звонка я ни по городскому, ни по мобильному до него уже дозвониться не мог. И сегодня я сделал эти попытки уже несколько раз. До Славы дозвониться невозможно. Поэтому я хотел узнать у ребят из Ярославля, что там происходит на самом деле. Вот почему я действительно очень рад видеть вас в этом зале, что мы все-таки собрались. Собрались мы для того, чтобы я представил вам новую книгу «Русское восстание». Вот я ее вместе с вами держу впервые, потому что террас прямо с типографии завезли сюда. И до сегодняшнего часа я эту книгу в руках не держал. И если я буду ее время от времени гладить, вы поймите мои чувства. Потому что здесь впервые напечатаны вещи, которые до этой книги нигде не удавалось разместить. В том числе статью «Путин. Еще одна иллюзия русского народа». После брошюры она никогда нигде не печаталась. Больше того, когда была та еще выборная кампания, и мы коммунистам предложили эту брошюру для работы, вы что, они испугались ее даже в руки брать. Борцы за народное счастье. Вот эта книга. Особенно мне нравится вот это оформление, в котором, я думаю, будут большие неприятности у мэра Москвы Собянина. Потому что вот та брусчатка, которая сегодня заполняет Москву, посмотрите, как она похожа на этот булыж. И кто знает, для чего Собянин начал мастить всю Москву брусчаткой, которую очень удобно расковырять, из которой можно сделать строительный материал для баррикад, а также пустить в виде вот этого булыжника, как оружие русского народа. Так что, я думаю, может быть, бизнес его любимой женушки, которая сегодня претендует на лавры, только что почившей жены Лужкова, в соревновании с миллиардами, я имею в виду почившей от ученой от власти, почившей от власти, ну не совсем почившей, вот еще от власти, я думаю, могут быть большие неприятности. Я бы хотел, ну тут уже срабатывает, нет, не только отцовские чувства, это все-таки срабатывает чувство политика, идеолога, это представить вам второе издание книги Ивана Борисовича «Забурованы». Это срез, это портрет сегодняшнего дня, сегодняшней России. Но я не буду подробно говорить об этой книге, потому что мне уже накидали вопросы, в том числе касаются Ивана. Иван здесь, и я думаю, что он сам ответит на полученные в его адрес вопросы. А теперь у меня большая просьба. Я никогда к вам не обращался с подобной просьбой на предыдущих встречах, но я бы попросил сегодня особое внимание, особую вашу сосредоточенность, потому что те вещи, которые я сейчас буду говорить, никогда нигде не озвучил. Это наработки последнего времени. В книгу это не вошло пока еще и близко. А заставляют меня это говорить вот те последние встречи в Краснодаре, а до этого была большая поездка по Сибири. Я никак не могу понять. Что-то нам подсовывает, что-то нам вбивает ложного в мозги, но иллюзии, в которых мы все время живем, которые мы все время придумываем, это наше с вами творчество. Иллюзия выборов. Но мы уже переписали тома, что сегодня выборы – это игра шулеров вкрапленные карты. Поиграть, конечно, можно. Можно даже от этого удовольствия получить, но выиграть невозможно. Нет! Началась новая волна. У нас впервые, говорили мне в Краснодаре, ну в Краснодарском крае, несколько было встречи, у нас впервые появляется возможность взять власть без кровопролития, без драки. Потому что она… Я спрашиваю, почему вы так уверены, а власть валяется на дороге? Ее поднять нет проблем. Потому что Путин с Медведем зашли в тупик, они даже не знают, что дальше делать. И вот этих иллюзий у нас каждый раз снова по новой. То Путин. В 2000 году, как только вышла книга, Путин его, вышла книга Путина первого лица, я написал, как анализ этой книги, портрет Путина, вот этот Путин – еще одна иллюзия русского народа. Я не мог ее напечатать. И мне говорили, ты знаешь, что Путин – это наш человек. Это русак до мозга косей, он сейчас там укрепится. И он такое покажет. Через 4 года мне говорили, подожди ты, ставь на нем крест. Это он сейчас вынужден был Ельцину служить. А сейчас он освободился от этих пут, и он наконец-то даст русскому народу дышать. Через 8 лет развод другая говорит, да, ты был прав. И вот каждый раз иллюзия – то выборы, то Путин. А сейчас появилась новая иллюзия, о которой я начал говорить. Что Путин с медведем зашли в тупик. Программы и плана у них нет. Что строить, они не знают. И поэтому очень легко у них перехватить власть, которая, дескать, их мучает уже, бедных, страдальцев. Это говорили люди, убеленные, как и мы с вами сединами. Серьезные люди, которых я еще недавно считал умницами. Поэтому приходится сегодня говорить на эту тему. Определять нынешнюю власть в России. Причем тема, которой я коснусь, она вроде бы не моего профиля. Я все-таки чистый идеолог, писатель. А касаться мне придется экономических вопросов. Но вы знаете, что происходит вообще с разговором на экономические темы, на экономические проблемы? Нас с вами дурачат. Вот что экономисты с той стороны Кремля, что экономисты, любимые нами с вами, с этой стороны, со стороны оппозиции. Они ведь придумали и считают себя жрецами некой науки, которая развивается, дескать, по законам, как развивается физика, как развивается химия, как развивается, как живет природа. непоколебимые законы экономики. Нам забивают мозги умными формулами, умными тезисами, умными формулировками, которые мы не можем переварить своим нормальными мозгами. И некие такие жрецы, которые владеют секретами, только им доступными ложь, абсолютно продуманной и придуманной провокацией для того, чтобы нас с вами еще поводить лет 20 вот в этих, в неведомых кущах, потому что экономика, если имеет свои законы, не составляет не больше 10%, 90% это политика, которая определяет, что строить, как строить в экономике, для кого и для чего это строить. Но как определить то, что сегодня происходит в России, а у некоторых вызывает иллюзию, что те строители, которые этим заняты, они не имеют четкого представления, что они строят. А вот вроде спонтанно то одно, то другое, их куда-то все время кидает. Это не так. Вот я сегодня и собираюсь доказать, что в России четко, неотступно, шаг за шагом, с миллиметрическими, с микронными точностями строится в России самый настоящий, единственный на сегодня имеющий четкую модель и жесткую конструкцию капитализм. Современный капитализм, который разработан больше 30 лет назад, ну, значительно больше. Разработан в Чикаго, в Чикагском университете, чикагским профессором Милтоном Фридманом, отсюда и понятие чикагская школа, отсюда и очень точное понятие «Чикагские мальчики». Вот дать сразу оценку, определить это каким-то точным словом, то, что строится в России, и как назвать тех строителей, которые этим заняты, и я сейчас это буду доказывать, я не нашел другого более точного определения и больших доказательств, как назвать это одним понятием «хунта». Называя нынешнюю власть «хунтой», я, конечно, не имею в виду ту похожесть на государства, которые оказались в свое время подпятой «хунтой», это Чили, Уругвай, Бразилия, Индонезия. Это внешний признак. Когда военные пришли к власти, они у нас пришли к власти, именно военные во главе с подполковником Путиным, это в результате расстрела Белого дома, а на самом деле в результате расстрела Конституции и закона, это внешний признак «хунт». Ведь «хунта» это не борьба за власть. Власть это инструмент. А для чего понадобилась «хунта» в России? И для чего понадобилась «хунта» в тех странах для того, чтобы взять экономику в свои руки и строить тот капитализм, который впервые по модели Милтона Фридмана начали строить в Чили в результате военного переворота. и это сегодня я буду доказывать. Поэтому сразу извиняюсь, что я нарушу каноны устного выступления, когда больше, как нас учили в академии, больше двух-трех цифр называть нельзя, потому что мозг не в состоянии удержать. Нет, я нарушу эти каноны и буду называть сегодня больше цифр, иначе мои тезисы будут бездоказательны.